Всем доброго дня! Сегодня пеку творожный кекс с изюмом и орехами. Творожная выпечка всегда вкусна, а изюм и орехи добавляют прекрасное вкусовое сочетание. Готовится кекс очень просто и для приготовления понадобится творог, сливочное масло, сахар, мука, куриные яйца, крахмал кукурузный, изюм, орехи, разрыхлитель теста, сода, ванильный сахар, немножко соли и сахарная пудра для посыпки. Приступаю к приготовлению. Сразу включаю духовку на подогрев. В емкость соединяю просеянную муку, крахмал, разрыхлитель, соду и соль. Все хорошо перемешиваю венчиком. В отдельную емкость закладываю очень мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар и взбиваю миксером до кремообразной консистенции. Добавляю к массе перетертый через сито творог. Еще раз взбиваю до однородности массы. Затем по одному ввожу куриные яйца, хорошо взбиваю после каждого добавления. В творожную массу всыпаю мучные ингредиенты. Слегка перемешиваю. Добавляю изюм и измельченные орехи. Еще раз хорошо перемешиваю массу лопаткой, чтобы все равномерно распределилось в тесте. Я заранее подготовила форму. Смазала ее сливочным маслом и присыпала мукой. Форма у меня размером 25 на 11 сантиметров. Выкладываю тесто в форму и разравниваю поверхность. Добавляю пекать в заранее разогретую духовку до 175 градусов на 40-45 минут. Время выпечки регулируйте по вашей духовке. Его может понадобиться меньше или больше. Кекс должен хорошо зарумяниться. По истечении 45 минут, столько у меня выпекался кекс, извлекаю его из формы и даю ему остыть на решетке. Затем посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю на порционные кусочки и можно подавать кекс к чаю, молоку, кофе и даже кефиру. Творожный кекс с изюмом и орехами готов. Вот и этот кекс получается с тоненькой хрустящей румяной корочкой, в меру влажный, нежный, очень вкусный, но при этом совершенно не тяжелый. Всем приятного чаепития. Приготовьте такой кекс, если вы любите творожную выпечку. Спасибо, что были со мной. Благодарю всех за просмотр и поддержку и до новых вкусных встреч. Готовьте с хорошим настроением, у вас обязательно все получится. Субтитры сделал DimaTorzok